С коронавирусом справились еще 9 ставропольцев. Общее число выздоровеющих в регионе превысило 235 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки выявили 11 случаев заражения. Новых летальных исходов не изрегистрировано. Не забывайте о правилах эпид-профилактики. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел очередную прямую линию в социальных сетях. Общение с жителями региона прошло на трех онлайн-площадках. Основной темой стала поддержка участников спецопераций и их семей. Почти час губернатор отвечал на вопросы. Так местная жительница сообщила о нехватке экипировки в Моздоке. Владимиров поручил проверить оснащенность ставропольских бойцов. Послушайте, мы точно знаем цифры, сколько людей у нас приняло участие в чечительной мобилизации. Мы купили, экипировали спальниками, сапогами, мешками, карематами, потом каски. Сейчас покупаем бронежилеты, покупаем. Экипировали всех. Купили 6 тысяч дополнительных наборов на случай, если еще необходимо понадобится смена или не смена. Поэтому здесь, конечно же, нужен частный вопрос, фамилия, имя, отчество. Кому чего не хватило и откуда человек пришел. Потому что, на самом деле, эту работу мы на протяжении трех недель решили. А про Моздок я могу только пообещать, что точно мы туда направим группу для проверки, посмотрим, что там у ребят происходит. В Кисловодске на улице Замковой завершается строительство школы на тысячу мест, сообщили в региональном инстрое. Сейчас специалисты благоустраивают прилегающую территорию, а также устанавливают мебель и оборудование. Работы проходят в рамках нацпроекта образования и краевой госпрограммы развития образования. В Изобилинском округе завершается ремонт 7-километрового участка трассы Раздвяны-Рождественская. На отрезке уже обновили покрытие. Сейчас укрепляют обочины и устанавливают знаки, сообщили в региональном Миндоре. Позже нанесут разметку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В станице Григора Полиской капитально отремонтировали участковую больницу. В порядок привели помещение дневного стационара, физиотерапевтические и массажные кабинеты. Закупили новую мебель, сообщили в региональном Минздраве. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.